81 населенный пункт Жамбылской области осталось подключить к центральному водоснабжению, обеспечить полностью чистой питьевой водой жители этих сел, намеренной до 2025 года. К реконструкции и строительству водопроводных сетей приступили сразу в пяти селах в Сары-Сузском районе и некоторых массивах города Жанатаса. В массиве строитель Ильгиз Боликбаев живет 11 лет. Говорит, из благ цивилизации здесь только электричество. Отапливаться приходится углем, а водой пользоваться из колонок. Летом для полива огорода выручает насос, но зимой все-таки приходится сталкиваться с трудностями. Все замерзало, приходилось отогревать ведрами носительно. А сейчас мы трубы выделили на улице, теперь все домой проведем. Кран открыл и все хорошо, тепло и удобно. Так что всем большое спасибо. Чувак газ обещает. Это раньше был дачный кооператив. Дачный кооператив не предусматривал подведение каких-либо коммуникаций, кроме электричества. Сейчас, когда дачный кооператив расформировали, присоединили к черте города. И поэтому сейчас я рад, что проводят коммуникации. Холодную воду проведут, канализацию сделают. На водоснабжение в массивостроитель выделили больше 460 миллионов тенге. Объект задут в эксплуатацию в октябре. Между тем, 20 из 25 населенных пунктов Сарасовского района уже обеспечили центральным водоснабжением. Миллиард 660 миллионов выделили. На эту сумму на 5 населенных пунктов идет реконструкция и строительство водопроводных сетей. Из них 4 населенных пункта в этом году до конца года завершатся и сдадим эксплуатацию. Один объект, это большой объект Саудокент, является переходным. В следующем году, в конце года мы его до конца примем и тоже сдадим эксплуатацию. Сейчас 286 сел из 367 уже имеют центральный водопровод. Жители остальных обеспечат качественной питьевой водой до 2025 года. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар-24.